Здравствуйте! Я сразу хочу оговорить, что понять, что такое закон поперечной силы, ничего не представляет теории относительности, не представляется возможным. Потому что, собственно, отчасти – это закон, добавляющий в теорию относительности нечто такое, что ее ставить на нет. В чем здесь дело? Дело в том, что теория относительности основана на одном из главных постулатов вообще всей нашей физики – это принципы относительности. Ну, отчасти его назвать можно принципом относительности Горелия. Ну, Горелий его распространял только на механику. Он гласил, что все механические явления во всех инерциальных системах отчетов, то есть в системах, которые движутся без ускорения, имеют одинаковые. Ну, это уже переобразированная современная формулировка. Эйнштейн пошел дальше. Он сказал, что все явления природы во всех инерциальных системах одинаковы. Что такое? Что-то у нас все пропало. Что значит все пропало? Ну, у меня, во всяком случае, ничего не видно. У вас видно? Что именно должно быть видно? Ну, у меня экран чистый. Сейчас. А, понятно. Да. Здесь. Так. Я остановился, что... Галилей был гораздо скромнее Эйнштейна. Он говорил только о механике. И известная механика во времена Галилея полностью довлетворяя принципу относительности Галилея. Эйнштейн пошел гораздо дальше. Он сказал, что все явления природы, даже еще неизвестные нам, еще и не открыты, которые открыты через миллион лет, но они все будут подчиняться принципу относительности. Теперь уже Эйнштейн. Ну, и второй принцип, который Эйнштейн взял в основу свою теорию, это был принцип постоянства и эзотропности скорости тела. В самой первой работе своей, в электродинамике движущих тел, он производство света вообще-то не упоминал. Он говорил, предположим, что скорость света в одном направлении, в противоположном, одинаковая. Предположим. В последующих работах он считал, что это уже Богом данное явление, что она не одинаковая. И якобы это доказали манипуляционные модули и другие. Но манипуляционные модули всегда измеряли скорость света только по замкнутому пути. Да и все исследователи измерили скорость света по замкнутому пути. Там статьи-то можно найти, я не буду вдаваться. Но на самом деле никто никогда не знал, ну, по крайней мере, до Степана Маринова, что скорость света в противоположных направлениях может быть разной. Кстати сказать, Степан Маринов еще в 1984 году показал на элементарной установке, что скорость света при определенном направлении и определенной ориентации этой установки оказывается разной. Ну, около 400 тысяч километров в секунду. То есть на самом деле разница была больше, он вычислял скорость движения Земли. Вот скорость движения Земли, он вообще был сторонником эфира, скорость движения Земли, как я так вспоминаю, у него, по-моему, 360 плюс-минус 50. Скорость движения, максимальная скорость движения Земли. Причем проводил он опыты еще до того, когда открыли так называемое реликтовое излучение, которое, по чести говоря, считается вот скорость, вернее, система отчета, в котором реликтовое излучение покоится, фактически можно назвать какой-то, ну, вселенной системы отчета. Причем, что такое реликтовое излучение? Оно строго направлено по отношению к Земле. Ну, а где-то со стороны созвездия Лебедя абсолютно строго направлено с тех пор, как за него Нобелевскую премию брали, по-моему, в 87-м году. Оно всегда шло из одного направления. Как бы там Солнце не двигалось, но из того, из того же самого направления. и самое удивительное, что вот Степан Маринов, который получил скорость реликтового излучения, ну, приблизительно 400 тысяч километров в секунду, А вот скорость скорость реликтового излучения по отношению к Галактике уже 600 километров в секунду. Отсюда мы, например, можем совершенно четкий вывод сказать, что мы в Галактике сейчас находимся в том положении, когда наша скорость в Галактике чуть меньше относительно скорости. Ну, коротко теряется. В общем, я уже дальше пошел, это не по существу. Так, из чего вытекает закон поперечной силы? Представьте колесо. Вот обычно вот, скажем, вот так видно колесико. Вот так движет. суть очень простая. Допустим, колесо катится по земле. Ну, как вы, наверное, из курса физики знаете, что та часть, которая касается земли, она, в общем-то, походится. У нее нет относительной скорости. Движется, причем со скоростью в два раза больше скорости движения самого колеса. Верхняя часть, согласно преобразованиям Лоренца, массы верхней части колеса будет больше. То есть, естественно, абсолютно естественно, что верхняя часть будет испытывать большую центробежную силу, чем нижняя часть. то есть, наглядно-то это видно, поэтому вот сам закон путешественной силы, вот он, он и гласит, что это есть векторное произведение скорости, скорость, вот допустим, потарка лица, на его момент инерции, не на момент, момент импульса или момент количества движения, умножено на квадрат угловой скорости. Ну, естественно, делить на 20 квадрат, поэтому эта величина очень маленькая, ее очень трудно измерить. Ну, в принципе, можно. этот закон очень, очень, почти один в один напоминает силу Лоренца. Здесь сила, там сила тоже пропорциональна скорости, а вот эта величина Л и Омега квадрат и она пропорциональна заряду и магнитному моменту, не магнитному моменту, магнитной индукции. То есть закон этот в природе имеет место, но для электрических заряженных частиц в магнитном поле. я сейчас не хочу сдаваться в аналогии там типа торсионных полей. В этом есть, конечно, какой-то смысл, но это глубокие дебри, не надо подолеть. Причем этот закон знак равенства должен стоять, там видимо ошибка. Этот закон он выведен из отличных, чем у Лоренца преобразования. Преобразование Лоренца связывает одну движущую систему относительно другой движущей системы. Будет считаться, что они инерциальны. но преобразования Лоренца были выведены из они вернее не были выведены. Их придумал Лоренц для того, чтобы объяснить, что уравнение Максвелла можно сделать инвариантами, если сказать, что вот такие, ну, вот преобразованные Лоренца есть. Эйнштейн их вроде бы строго вывел. Что он положил? он в первой своей работе сказал, что предположим, что скорые света в разных направлениях одинаковые. Тогда при помощи него можно синхронизовать двое часов удаленных друг от друга. Ну, таким образом, что выпускаем в какой-то момент времени с одних часов луч, который регистрируется на других часах через время Т, отнимаем от этого времени Т, время, которое луч двигался по этому пути, это ну, просто минус Л на С. Ну, то есть Л это расстояние между точками, а света скорой света. Фактически это не одновременность, это предполагаемое одновременность, ничего общего с нормальной одновременностью это не имеет. Поскольку сегодня конечно Стефану Маринову никто не доверяет, хотя наверняка тысячи и тысячи людей проверяли его опыты, если бы кто-нибудь получил неверный результат, они бы об этом кричали, но об этом просто помалкивают, и Стефан Маринову замалчил. Кстати, Глузко повторял этот опыт, только в другом ракурсе. У Стефан Маринову опыт был довольно прост. Вращались два колеса на одном стержне, то есть два жестких колеса, зубчатых колеса. Таким образом, что когда вот этот стержень покоится, на котором крепятся зубчатые колеса, то луч света, ну тогда он уже пользовался лазерами в 84-й год хотя 71-го начал, что он полностью проходил через эти отверстия между зубинами. Когда начинал вращать, то фиксировал, какая часть луча проходит, какая не проходит, в зависимости от скорости, от ориентации его установки, от времени суток, там очень трудоемкие измерения, но я говорю, он получил скорость Земли относительно пространства, вакуума, или эфира порядка 400 километров в секунду. Данные по реликтовому излучению дают тоже ту же самую величину. И это говорит о том, что скорость света в разных направлениях в общем случае не одинаково. именно поэтому я говорю, что одновременность, определенная по Эйнштейну, она чисто условно никакого отношения к действительности не имеет. Но если он ставит это в пику своей теории, такое определение одновременности, то у него получается всякое обсуждательно. Как то одновременное событие в одной национальной системе и не одновременно в другой. Но простите, это связано лишь с его определением одновременности. Я долго не мог понять, но а как можно определить иначе одновременности. Да ведь очень просто. Возьмем просто два параллельных стержня. Ну насадим один стержень на какой-нибудь этот как его называют ну штатив, по которому этот стержень будет двигаться. Можно будет двигать его как угодно. Повозьмем этот стержень, уроним, ну сначала поставим, что он параллельный, потом его уроним. в тот момент, когда концы стержня коснутся концов другого стержня, мы на этом стержне можем выставить время. И собственно на конце падающего стержня мы тоже можем выставить время. По существу это чистый мгновенный сигнал. Надо сказать, этим мгновенным сигналом пользоваться бесконечно сколько времени. Я даже это как-то в студентстве работал в арматурном цепи. Там этот принцип благополучно использовался без всяких фотоэлементов, без ничего просто. Арматура резалась именно в тех размерах, которых надо, хотя резки в разных местах пройдет. А он срабатывал. То есть если не считать, что скорость света это предельно допустимая скорость распространения сигнала, тогда мы получаем уже не преобразование логинца, а другие преобразования. Я их назвал абсолютными, филосально абсолютные преобразования, связывающие две инфициальные системы между собой. Я просто не брал двух, я брал просто одну покоящуюся, а другую движущуюся относительно ее. Самое интересное, что из этих преобразований следовало все, что следовало из преобразования Лоренца, что масса в движущей системе увеличивается, время в ней замедляется и расстояние, а вот расстояние самое смешное увеличивается. Более того, из этих абсолютных преобразований следовало, что две системы, одна покоящаяся в пространстве, там вакуум, вопиль, их не разделяет одно название, вот та, которая покоится, движется относительно движущейся быстрее. Все движущиеся относительно покоящиеся движутся медленнее. То есть в принципе принцип относительности заключался в том, что это предположили, что скорость одной системы равна скорости другой относительно друг друг, ну противоположные знаки. кто это тогда доказал, доказал, никто никогда не делал. Я вам объяснил один такой эксперимент, который якобы подтверждает теорию относительности. Дело в том, что когда высокоэнергетические частицы попадают в луна сферу, они там распадаются и образуют массу пимизонов, которые живут очень короткое время. Если даже они движутся со скоростью света, то они в принципе не могут достигнуть дневных лабораторий. По условиям эти пимизоны в самой атмосфере не могли образовываться, они действительно образовывались в геоносфере. И это считается доказательством теории относительности. Ну какое это к черту доказательство? А как быть с тем пимизоном, который в лаборатории образовался? Он же тоже двигался навстречу этому пимизону? Он должен раньше был умереть? Вот из абсолютных преобразований все совершенно черно. Просто для пимизона Земля имеет скорость намного больше скорости света. Ну а для Земли пимизон имеет максимум скорость света. И все. Ничего больше. Далее о законе поперечной силы днем там. Сейчас всего не видно. Что вы сейчас делать хотите? А я сам закон хочу найти. Где-то формула была. Вот он. Вот о самом законе поперечной силы. что происходит с вращающейся частицей. Если частица катится, ну просто катится, условно катится, то поперечная сила направлена вверх. Ну это смысл вот этого векторного произведения, что она всегда перпендикулярна скорости и моменту количества движений. Она поэтому названа поперечной. Она, кстати, не изменяет энергии тела, но может изменять его и и и в принципе, если посчитать, то например, вот наша солнечная система имеет столь незначительную поперечную силу, что радиус ее кривизны 70 тысяч цветовых лет. Надо сказать, что радиус орбиты у нас где-то порядка 25 тысяч. Так что в галактических вещах эта сила играет некоторую роль. Поэтому, например, галактики не совсем круглые, а чуть-чуть разбегающиеся. Ну, там есть еще маленькая деталь космологии. Вот, кстати, профессор Самохвалов ставил опыт интересный, в которых он изучал взаимодействие вращающихся тел и обнаружил такой удивительный эффект, что когда из у него эти тела в вакуумной камере помещались, чем выше вакуум, тем более взаимодействовали тела. парадоксально, то есть казалось бы наоборот. Два вращающихся диска действовали друг на друга, тем больше, чем больше там был вакуум, а в воздухе практически не действовали. Ну, я так понимаю, это и эффект экстранирования. Так вот, ну, в космологии этот закон вроде бы действует, а где он еще действует? На самом-то деле он везде действует. Я, например, не знаю ни одной вращающейся частицы, не вращающейся частицы. ну, исключением этого, как его, пимизона, ой, бозона хикса, митического такого, который якобы в Церне открыли. На этом, как всего. На большом андронном коллабер, ну, вроде бы, оправдали его. Только кому этот бозон хикса нужен, вот тот не вращается. А все остальные частицы вращаются. Даже нейтрино регистрируется только потому, что у него есть пин 1-2. Не вращалось бы нейтрино, никто бы его никогда не зафиксировал. А вот нейтрино вращается. И, как и батон, оно всегда движется только по прямой, совпадающей с направлением вот этого вектора. Когда вот эти вот вектора совпадают видеть эти вектора, когда скорость и момент количества движения совпадают, только в этом случае в основном все частицы и движутся по прямой. Если что-то выбивает их из этого положения, то наступает странное явление. Как-то говорят квантомеханические явления, дуализм частицы, не дуализм частицы. Это попросту незнание существующих законов. Потому что люди ухватили за теорию относительности и решили, что все относительно. И неважно там ради великой цели можно убить и сто миллионов. а потом конечно выяснится, что цель никуда не годная была, и сто миллионов уже не вернусь. То есть, что в принципе я понимаю, что теория относительности была глубочайшим тормозом и в науке, и в философии. и до сих пор ими являются. И не дают эти законы. Кстати, этот закон я открыл еще в 86-м году. Тогда его вообще опубликовать нельзя было. А потом уже не до того было, надо было семью кормить. Так, так, я сгибился. Так. Так вот, я говорю, этот закон был открыт только благодаря тому, что у меня даже статья так и называлась. Вот первая статья «Обновременность как критерий параллельности движущихся тел и закон поперечной силы». Только внеся новое понятие нормальное, невыдуманное, недоговоренное, а просто то, которое всегда можно проверить движущими сопрямыми. Вы как тут не повернешь из-за установки? Всегда эти стержни будут касаться друг друга одновременно. Теперь этот же закон по большому счету получается самой теории относительности. но что это получается? Вот у вас инвентальная система отчета. А вы в ней берете и на пружинку подвешиваете вращающееся тело, сильно вращающееся, но она на пружинке, с динамометром. и в зависимости от того, как оно ориентировано относительно векторов V и L, то есть скорость нашей системы и скорость вот этого вращающего тела, количество движения, моменту количества движения угловой скорости вращающего тела. Эта сила измерима в инерциарной системе отчета. То есть мы можем принципиально измерить, движется ли наша система относительно пространства, вакуума, эфира или нет. Принципиально. Но это принципиально уничтожает принцип относительности. ну нравится это кому или нет, но только так и получается. Именно так. И еще я откликся. И еще действительно ни одной не вращающейся частицы мы не знаем. Все они мало того, что взаимодействуют между собой за счет собственного вращения, это взаимодействие моментов. Но они еще взаимодействуют и с пространством. Таким образом, что если вот эти вектора не параллельны, то тело не может двигаться точно по прямой. Оно по прямой двигается, только когда В и Л параллельны. Собственно, мы тоже самую картину наблюдаем в квантовой механике. когда произошло взаимодействие и почему электроны долетают до нас, ну или протоны долетают до нас, а Бог знает откуда. И их можно даже зафиксировать, что он там в соседней галактике прилетел. Да лишь потому, что он летел таким образом, что его спин был строго направлен по его скорости в пространстве. В ином случае он рассеялся. Он испытал какое-то ударение и все, и рассеялся. То же самое наблюдает и с фотонами. Ну а насчет это существующие гипотезы, что фотоны по мере продвижения в пространстве теряют свою энергию частично и краснеют. Ну это довольно странная гипотеза. ни ни одного физического доказательства этого явления не существует. Стоит маленько коснуться теории, общей теории насилия. как вы слышали сейчас все объясняют при помощи черных дыр. Ну например академик Лагунов считает их полной глупостью. Я кстати его целиком и полностью поддерживаю. Что такое черная дыра? Это материальная точка. Никаких материальных точек в природе не существует. Это просто наша вытонка. Ну для того чтобы ну вот я не знаю ни одной частицы которая была бы материальной точкой. Ну нет таких. Все они не материальные точки поскольку они вращаются. А нигде не вращающих частиц я не видел. По существу закон поперечной силы это первый закон гравитации. Второй закон гравитации это закон всемирного тяготения. Вот если первый закон запон поперечной силы говорят что тела взаимодействуют с пространством особенно когда они вращаются. А второй закон закон всемирного тяготения Ньютона говорит как тела взаимодействуют друг с другом. И, ну, кстати, на старости лет Эйнштейн, ой, Ньютона за его закон всемирного тяготения признали идиотом. Ну, решили, что впал старческий бараб. И, по-моему, через 70 с лишним лет только Ковенберш экспериментально доказал, что закон всемирного тяготения существует. Мои попытки экспериментально доказать этот закон на протяжении многих лет кончаются храхом. Ну, потому что он, естественно, противоречит, чего это относится. Как все, что противоречит теории относительности, не может быть никогда. Хотя даже у меня было еще в седьмом году, мы даже получили пресс-пакет на изобретение летающих, безопорных летающих аппаратов. Сейчас я гляну, даже мне, по-моему, есть ссылка способ безреактивного управляемого перемещения объектов в пространстве. пресс-пакет седьмого года. Дата подачи заявки 12-й и 4-й. Как ни странно, даже при том, что была заявка, ни Казахстан, ни Россия, ни Беларусь не смогли выделить там каких-то, ну, около миллиона баксов. Ну, это дорого это провести, провести эти эксперименты, потому что нужны хорошие титановольфрамовые сплавы, нужны вакуумные камеры. Ну, это довольно трудно проверяем. Это же вам нету, как его. Не коллабер, коллабер, за 9 миллиардов построить, там хоть украсть можно, а здесь все украдет. Владимир, вы очень много на политические темы разговариваете, не то, что это совсем плохо, но все же. Ну, я просто говорю, что нас уже отфутболили везде. Причем всегда попадает, но если в Казахстане, например, это попадает чисто чиновникам, то я на самом деле сейчас на самом деле сейчас намекал, что политические темы. Ну, в общем-то, я, может быть, что-то упустил, если есть вопросы, пожалуйста. То есть, все, вы доклад закончили, можно начинать разговор, да? хорошо. Так, я на правах, не знаю, на каких на правах организатора, задам пару вопросов. Во-первых, вы недавно, буквально, несколько минут назад сказали, галактики не совсем круглые, разбегающиеся. Я на самом деле не понял, что это означало. А очень просто. Они же с рукавами. Да. С рукавами. Да, вы это, все, да, они, в галактике разных там форм. Как там? бывает, но в основном эти рукавские. А что касается неруковских? Ну, это молоденькие. Молоденькие. Ну, ладно. И еще, вот вы в своей статье, так, я только одно место нашел, которое я выделил. Записали, я сейчас даже передвину это на это место, на экране, чтобы было видно. Вот здесь научная значимость закона состоит. Ранее находили ранее научного объяснения. Планеты вращаются в одной, но это на самом деле не так. из того, что я даже, конечно, авторов назвать не смогу, но на скидку знать теории две, это точно, которая может эти факты объяснить. И, ну, в какой-то степени может даже логично. Это насчет магнитного поля, что ли? Тут можно объяснить, почему планеты вращаются в одной плоскости и имеют одинаковую в квантовой поперечной силе, электрон не падает на ядро. Оно очень грустно, очень грустно. Это я к тому говорю, что вы за собой единственность объясняющего человека так очень смело поставили из того, что опять же существует, и я их знаю. Не вспомню сейчас теории, которые также это объясняют. Но если уж совсем быть наглым, то я как раз придерживаюсь одной из таких теорий. но это не важно сейчас. Я, например, придерживаюсь еще теории, что все частицы в общем-то состоят из патонов. И могу это объяснить. Хорошо. И вот такой еще момент. Я еду, скажем, на машине и резко поворачиваю. Меня начинает заносить. Я ну понятно, машина поворачивает и меня прижимает к стенке. Почему это происходит? Это из-за взаимодействия со средой либо это все-таки из-за того, что называется инерцией? Либо инерции все-таки нет. Именно из-за взаимодействия с пространством. Ну с пространством. Потому что вас резко резко ускорили в этом пространстве. Автомобиль остался на месте. Вот поэтому вы прижались к автомобилю. Автомобиль остался на месте, а меня ускорили. Да, а вас начал раздавливать об автомобиле. Автомобиль же повернул. Как-то он на месте остался. Ну как? Да, ну относительно меня, конечно, на месте. взаимодействов. Если бы он на льду поворачивал, ничего бы с вами не было. Если бы он на льду поворачивал, но если бы он резко повернул, то меня так же бы занесло. Если бы его самого занесло, но вас бы сащило вместе. Никакой бы этого не было. то есть на льду я не приду взаимодействовать. На льду ничего-то не тормозит автомобиль. Да, было бы заходить, я почувствовал. Ну я думаю, что я почувствовал то, что мне приходилось за льду заноситься. Хорошо. Мои такие скромные вопросы истятли. Если у кого-нибудь есть вопросы, давайте все сразу себе микрофон исключили. давайте по очереди как-нибудь. Если у кого-то есть вопросы, то пожалуйста задавайте. Ни у кого? Ну как самое наглое я задаю вопрос. Можно. Ну хорошо, пространство это хорошо, конечно. Все таки что там в пространстве там? если тем более интересный опыт вы указываете два там чего-то вращаются взаимодействовать с воздухом они плохо взаимодействуют? там само пространство само пространство нет нет стоп значит так я такого не понимаю я закончил эфирчик так поэтому я говорю так хорошо там есть эфир это я понимаю теперь если там есть эфир тогда взаимодействие между чем-то и чем-то я понимаю теперь если эфир нет а вы о нем не говорите ни слова в общем-то то через что происходит взаимодействие а я говорю я говорю по-другому что эфир пространство и вакуум абсолютно астентичные понятия вот я их не различаю дело в том что Эйнштейн отверг эфир ввел пространство да специально теории пространства не существует но нет его нет но в общей теории там что искривляется идиотизм что может искривляться несуществующее нечто в общей теории оно есть и он даже статью пишет что что вот конечно в двадцатом году он написал такую статью эфир и теория относительности да вот говорит существует мнение что ясно теория относительности отрицает эфир нет 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 хотя я могу привести несколько статей где он говорит никакого эфира нет совершенно право нет ну сейчас вы не смотрите у вас есть все-таки взаимодействие значит есть два тела которые взаимодействуют как минимум через что они взаимодействуют какого структуры пространства а вот я не знаю я что-то не люблю я строить дипотез если я что-то строго могу показать и сто раз перепроверить и получить одно и то же то я могу сказать а вот строить дипотезы ну тогда чем ваше скажем ну назовем теория отличается ну она тоже получается некое феноменологическое что когда вот мы смотрим проверяем и получаем а причины где в чем причина взаимодействия через что взаимодействия с пространством я поясню что вот там Энштейн что-то придумал что вот тела взаимодействуют с пространством так а я говорю что когда тело вращается то оно по-своему поляризует пространство и в этом пространстве и в этом пространстве это тело уже не будет двигаться по прямой поляризуют значит так что они там плюс-минус пространство есть какой-то а вот почему вот этот вот закон поперечной силы он и похож на этот закон Лоренцев движения заряженных частей с магнитным полем а у нас а у нас выступает в роли электрона само программ а вот в роли вот этих вот магнитных полей выступает сами вращаются тела и все просто нечто трудно объяснимо но так я вам еще не договорил насчет взаимодействия с пространством вот по теории Эйнштейна якобы все звезды которые выгорели и больше трех с половиной масс солнца они превращаются в черные дыры на самом деле никто никогда ну пару десятков лет назад тысячи черных дыр открыли а сейчас ни одной достоверной черной дыры нет более того более того известен ульсар ульсар это остывшая звезда массой 40 солнц в смысле он он обязан был стать черной дырой но не стал он не стал он должен был как следствие теории так и собственно получается так если перевести ваш так сказать доклад на эфир динамические фирмы значит пространство является для меня заполнен неким эфиром который может потенцироваться конечно естественно а откуда а еще следует нет ну я понимаю это здесь а это следует из того что возьмите вы запустите вот обычную пульку и закрученную пульку ну причем закрученную так чтобы вот эти вот скоростью была степендикулярно вращения вот в этом случае они разлетятся и причем это даже эксперименты ставили японцы причем великолепный эксперимент они просто бросали в вакуумной камере в разные времена гиростопы и они парадного падали в общем я понимаю что ваша теория требует наличия полиализации эфира ну так я понимаю ну да ну да чтобы не вызывать лишних нареканий нет в общем нареканий здесь нареканий знаете я смотрю на вещи как есть эфир вот есть определенные генетические представления ну которые сейчас я разделяю вот теперь значит вот допустим есть ваша теория которая говорит требуется эфир который способен поляризоваться вот я себе думаю как как эта теория вот представить что же поляризуется эфир и что конкретно будет преодолеваться вот в этом кстати и суть закончена что мы можем теперь не строить додатки об эфире мы способны его изучать изучать эфир пространство ваху изучать на уровне богат ничего подобного это отдельно эфире в следующий раз я понял спасибо большое спасибо спасибо да конечно я вообще-то надеялся по заявленной теме это обсудить вопрос закон поперечной силы поперечной силы согласен то есть вы основываете закон на том что при вращении коллектива в низкие точки у вас находится постоянный вопрос в верхней движении не с того нет это просто иллюстративно на самом деле здесь очень большие скорости здесь скорость вращения здесь скорости вращения ну просто сумасшедшие колесо я просто так показал это элементарно я понял а вот сразу закон сформулирует вся вращающаяся вокруг собственной тела движущаяся поступательно взаимодействует с пространством взаимодействует силой пропорционально векторного произведения абсолютной скорости тела в пространстве на его собственный момент не только умножим на квадрат его угловой скорости все существо закона а дальше идет объяснение имеет место объяснить почему он не верен ваш закон суть дела в чем вообще-то в науке принято относительно такое какого-то относительно мерить относительно чего попало в полном духе каждый мерить того что это неверно во-первых в чем сама суть дело в том что даже относительно покоя в природе вообще не существует он только относительно то есть та же точка которая камень лежащий на земле в этот момент движется в пространстве то есть земля вращается вместе с землей этот камень уже вращается он уже движется теперь же если этот камень начал двигаться кстати если на экваторе этот камень то он движется порядка 1400 с лишним километров в час на земле вот это довольно так немалая скорость то есть если этот камень начал двигаться в пространстве то он просто изменяет эту скорость не 1400 если он движется в направлении восток то его скорость 1400 плюс с учетом экваторов его скорость 1400 плюс скорость относительно поверхности земли если он движется на запад то его скорость минус скорость реальная скорость минус скорости движение на запад. Соответственно, если он движется на север или восток, то его скорость остается та же. Остается та же. Только вектор слегка изменяется. Так вот. В принципе, прямолерийного движения не существует, потому как тот же самый камень с вращением Земли, он движется по спирали. Не по окружности, а по спирали. Потому что Земля, помимо вращения, движется еще и в пространстве вокруг Солнца. То есть камень повершает спиральный путь. Качения также нет. Во время качения маятника, маятник опять же просто движется в том же направлении, опять же по спирали. Амплитуда маятника это радиус витка спирали движения маятника. Качение это субъективное впечатление относительно наблюдателя. Потому как наблюдатель тоже движется по этой траектории вместе с Землей. Так что реальное движение является спиральное движение. Вот и скорости совершенно не соответствует. То есть если вы считаете скорость, вот масло определяете, там энергию, скажем, определяете массу, умножаете на скорость. Какова же скорость? Скорость, если вы считаете скорость относительно поверхности Земли, но камень движется в пространстве относительно центра вращения. Вот. То есть его скорость значительно выше, чем которую вы учитываете в своих расчетах. То есть величина, энергетическая величина уже не соответствует действительности. Это просто какая-то условность. Ни туды, ни сюды. Теперь дальше. Теперь как мерить относительно... Скорость вообще понятия относительные. Это потому как относительно одного объекта другой объект может иметь одну скорость. В этот же момент относительно другого объекта он имеет другую скорость. В этот же момент относительно третьего объекта он имеет третью скорость. То есть это сама скорость, это вообще величина относительная, и с ней нужно обращаться очень осторожно. То есть скорость надо мерить относительно центра движения. Только тогда эта скорость приобретает какой-то смысл. Потому что, скажем, гравитационное поле, скажем, Земли, оно фактически является выделенным пространством. То есть вся наша система, она своим гравитационным полем отделена от пространства. То есть все взаимодействия внутренние. Только само гравитационное поле постоянно взаимодействует с внешним пространством. Ну как только любая энергия, скажем, поток эфира или там что-то еще, вошло в гравитационное поле, все, оно уже к внешним слоям пространства никакого отношения не имеет. Все уже внутри. То есть если вы меряете массу там. Там, кстати, масса, согласно моих экспериментах, совершенно не зависит от скорости. Вот. Но это другой вопрос. Кипец же. Да и вообще масса. Тоже надо уточнить, что такое масса. Масса – это векторная величина, по моему определению. То есть в зависимости от направления вектора масса другая объекта, разная. И массу надо мерить только относительно центра движения. Опять же, если мы меряем массу предмета или объекта в области земной гравитационного поля, то массу надо мерить только относительно центра гравитационного поля. То есть относительно Солнца оно массу не имеет. Это победа. Относительно Солнца вообще массу не имеет. Относительно других звездных систем, там, пространства и того тоже не имеет массу. Оно имеет массу только относительно центра гравитационного поля. Все. И у нее определенный вектор. Как я определил, значит, объект, например, на Земле в разном направлении, он имеет разную массу. В разном направлении. Специальные эксперименты проводил и определил, что в разных направлениях, хотя и тот же объект имеет разную массу. Вот. И причем масса, это изменяется. Если поднять объект на орбиту, масса его стремится к нулю. Если спустить глубоко в Землю, масса его возрастает. Что же экспериментально подтвердилось? Вот. В глубокие шахты опускал один и тот же объект, масса и вес его возрастал. Возрастало. Так вот. И причем вектор направления масс изменялись. Но это другой разговор. Значит, если вы опираетесь на скорость, то не стоит. Потому что это все субъективная величина. И любая формула, где участвует скорость, это уже нереальная формула. То есть в природе она уже не в состоянии описать природу. То есть массу можно определять по другим параметрам. Теперь на чем я хотел обратить внимание. Да, поперечная сила. Так вот. Откуда у вас появляется эта поперечная сила? Ведь если эта сила существует, она должна воздействовать на объект. Где вы видите примеры воздействия поперечной силы на объект при движении? Пусть даже колеса. Вот колесо у вас так вот. Что у вас? Колесо не идет по прямой, а смещается куда-нибудь? Или поперек линии движения? Туда или сюда? Нет. Когда коснули колесо в одну сторону, если колесо правильное, не квадратное, скажем, то колесо движется по этой линии, не слищаясь ни влево, ни вправо. Вот. Так что, одну минутку. Уже ставить одну минутку. Вы вопрос задаете? Ну, вопрос я задал. А какой? Поперечная сила. Поперечная сила. Я объяснил. За счет взаимодействия с пространством. Вы отрицаете пространство? Нет. Я вам не отрицаю. Вот масса бесков. Да бог вам судья. Ну, я... Тогда опишите, как взаимодействовать с пространством. Ведь адепт... Я описываю. Всякое вращающееся вокруг собственности тела и движущееся в нем поступательно взаимодействовать с пространством с силой F пропорционально векторного произведения абсолютной скорости V в пространстве на его собственный момент импульса L умноженного на квадратный... Это я вам рассказываю. Вот. Но вы свойства даете. Давайте сущность этого процесса. Сущность. Зачем мне свойства? Свойства один-то процентов может быть много разных. Вы определяете свойства. Вот у этого... Свойства. Свойства. А вот... А физически? А хоть один человек, кроме Теслы, определил суть процесса? Да, я знаю сам процесс, поэтому я вас спрашиваю. Вот я знаю хорошо и структуру эфира. Свойства эфира все знают. Вот. Не знаю, мозг вы больше. Я вам скажу, что любое тело, оно постоянно находится, независимо от того, вращается, движется оно или что-то, но вообще-то без вращения, без движения тело существовать не может. Если его остановить вращение, оно исчезнет из пространства. Если остановить его движение, оно опять же исчезнет из пространства. То есть условия существования тела это движение и вращение. Это главное условие существования любого объекта в пространстве. Так что об обращении мы видим, как говорится, любой объект, если он существует, он постоянно накруется во взаимодействии с эфиром. Он постоянно подпитывается энергией эфира. Если он не будет подпитываться, существовать он не будет. Потому что сама энергия этого тела является выделенной эфиром энергии в это тело. А форма этой энергии является самим этой телом. Форма этой энергии. Вот. И поэтому оно постоянно состоит с энергией эфира. Но вот вопрос как этот процесс происходит. Вот это главный вопрос. Поперечная сила ну это опять же вы можете какую-то силу вы можете назвать ее поперечной. Дело в том, что все силы, действующие на объект, они не действуют перпендикулярно. Все они действуют опасательно. То есть сила действующего на объект действуют по касателям. Это эволюционная спиральность. Потому что потоки они в объект вводят по эволюционной спиральность. И вот потоки вещества это сила воздействия и сила питания в объект. Вот. А отсюда происходит что приказление вот вы сообразите о приказании. Не существует приказание. Это субъективность. Внимание. То есть относительно наблюдатель когда объект объект движется в поле покажет на скотом объект по эволюционной спирали. Суть того, что этот спираль поскоренно приближается точка на этом эволюционной спирали по мере движения по спирали и поскоренно приближается к центру провязки. Объект может только по спирали. Он по другим траекториям идти не может. Обратите внимание, сбой с Космоса спутник, он прямо не упадет на Землю. Он пойдет в пространство по спирали и постепенно приближает к поверхности Земли. Он бы и дальше пошел бы в центр, но поверхность Земли дальше не дает сопротивление. Так вот, фактически это не является притяжением. Это является движение объекта. Единственная, кстати, форма движения в пространстве, в мироздании, это движение по эволюционной спирали. Другой формы движения не существует. Даже вращение не существует. Фактически вот Луна, скажем, которая вращается, как говорят, вращается... Юрий Александрович, я проявлю наглость, и все-таки давайте как-нибудь ответить кратко какой-нибудь вопрос, а то вы задаете или не задаете вопрос, и начинаете то ли сами на него отвечать, ну, рассказывается я вполне это понимаю, но все-таки как-нибудь кратко, чтобы по большей части говорил Владимир. Да, но просто он ответить мне не смог. Ну, раз он не смог ответить, вы сами за себя отвечаете. Ну, если он не смог ответить, ну, не смог ответить. Для обещания почему он не может ответить? Владимир, вы не можете ответить, Саша и Юрия. Ну, я очень просто могу ответить, потому что я этой теории не читал, я с ней не знаком, но если человек знает все, Юрий Александрович знает все, ну, ну, доводите вы это до людей. Сразу насколько, как ты это определишь? Ну, это другой вопрос, доводить у меня теории нету. Ну, это и есть другой вопрос, у вас совершенно другая точка временного мироздания, у меня тоже несколько другая общепринятая, ну, я пытаюсь довести ее. Да, но я покажу ваши ошибки, чтобы вы свою теорию немножко подправили. Я же не считаю ошибки. Естественные законы, вы опираетесь на неправильное представление, понимаете, и исходя из этого вы строите свою теорию. Я вот хочу показать вам где она неправильная, на что вы опираетесь. Я бы опирался на правильное представление, если бы кто-нибудь строго определил, вот есть кефир, вот, вот мы его померили, вот, экспериментально. Это давно я человек по кефирите, но я считаю, что все надо мерить экспериментально. Вот у меня есть сила, которую можно экспериментально померить. Если мы ее померили, извините, значит она есть. Ну, вы знаете, нет, вы что там создаёте, на которую вы эксперимент подгоняете подберить. А где я могу поставить море, что ветер дует от того, что вены качаются. И провести эксперимент, помахать веником и доказать, что... Хотите вопрос, вот вопрос, вот вы физик, вы хотя бы можете представить, почему Земля заряжена? От чего вы взяли? Это так удивляет, что Земля заряжена. Она заряжена. Причем колоссальным зарядом. Не имеет заряд, при воде не существует. Это наша субъективная форма осознания. Тогда извините, вся наша экспериментальная физика это субска полная. Да. Погласим. А у нас, между прочим, от ног до головы порядка тысячи вольт. Вы знаете, гораздо больше. Тысяча вольт гораздо больше. Американцы, например, несколько лет тому назад провели эксперимент на орбите. Ну, случайно. Они разрабатывали одну технологию сутковки на разных орбитах спутиков. Для этой цели они растянули в пространстве трос. Металлический трос. Верхний на нижнем орбите. Так вот, трос сам по себе раскалился до бела. В нем возникла электроэнергия. Топ протекает из такой колокольной стены, что трос наскалился и изгорев. Вот. Потому как они замкнули этим тросом разница на голову. Гравитация состоит из гражданинга потенциала, где потенциалы разные. На каждом участке потенциалы разные. Если их замкнуть между собой, нужно только потенциал, то появляется течение пространства. Именно эфир начинает с одного потенциала в другой потенциал. потенциал. И это есть энергия. Это есть электричество. Вот. Но если вы корректировали расходы, там сколько не будет. Действительно не будет. Потому что разница потенциала идёт по радиоанной. Хорошо, я понял. Понятно, я всё понял. В смысле я понял позицию. Но вы придерживались разных теорий, поэтому Владимир не видит состоятельности вопроса из-за того, что он просто по-другому видит нет. В общем вполне стандартная ситуация. Откуда у него возникает? И как она возникает? Он просто утверждает, что она есть и подогнал форму. Ты не подогнал, я её строго вывёл. Строго. Из того, что выводили, это подгонка была. Потому что те силы выводили. Я строго вывёл из определения одновременности. я сказал, что я не верю в определение одновременности Эль-Стейна и прихожу к выводу, что одновременность абсолютно в любых движущихся системах. Скорость часов может быть разная в разных движущихся часов, но одновременность абсолютно понятие, поэтому другие преобразования, поэтому новая сила. И всё. Причём тут одновременно заметили. Ну, а вы знаете, по существу мы все скорости мерили только по одним часам. Скорость чего? А скорость надо мерить по двум часам. скорость вообще по часам не стоит мерить, потому что часы по разному. Более того, я вам скажу, что вообще-то мы никогда точно скорость не мерили. Мы её сравнивали с предполагаемой скоростью света. И всё. Да, но скорость света она тоже не константа. Если ряды подтверждают вообще света правильно, правильно. И французы в пятом году показали, что скорость света не равна света. Да вообще свет больше число. Что такое свет? Ну ладно, давайте успокоимся. Может кто-то ещё захочет вопрос задать. Да, просто немножко разное. Это как известно, когда у кого-то у Ньютона спросили, что такое гравитация, он сказал, что понятия не имеют, что такое гравитация. Так что в общем... Все законы Ньютона они фальшивые. Ну это уже второй вопрос. Пусть будут фальшивые. другой вопрос. Ну это пока подымать не будет. Так слово. Я доказал все его законы, что они фальшивые. Хорошо. Слово мы это узнали. Хорошо, спасибо. Спасибо. так давать слово давайте я вижу Сергей Югин можете говорить. Сергей? Я говорю, да. начать даже не знаю с чего, но не хотел даже выступать, у меня сейчас немного не в порядке. Ну вот тут некто предыдущий выступающий просто меня довел до того, что я решил выступить. Конечно тут Юлия Александрович не знает, где ты сладкого что-ли не знает, дорвался до микрофона, его не оторвешь за уши. Ну и борца почему мышей не угодит. Так сладочку 5 минут максимум на выступление. Поэтому я вам сейчас дал слово. слушаю философский. Я с меня сейчас начну говорить. Я начну говорить. Просто это ведение такое относится ко всем. Закладчику тоже 30 минут хватит за глаза. А то целая часть сидим. Может нам не интересно то, что он там говорит. Давайте в следующий раз это жестче все. Я когда начинал, то я говорил час максимум на доклад. Так что в этот час подокладчик может укладываться. 30 минут максимум тот кто знает что сказать 30 минут уложить. Да хорошо. Вопрос что сказать. Так у меня целое выступление накопилось. Во-первых что касается докладчик инвестиционным системам заступал. Ну получается что не бывает инвестиционных систем. Если у него даже у него тело движется с какой-то скоростью, то процессы протекающие в покоящей системе там не возникает силы. Как движется возникает эта сила. То есть перевести из одной системы в другую это невозможно. Это уже так сказать совсем другие вещи получаются. Я провожу сейчас вычисления скорой интервитации ищу. Сейчас на втором компьютере как раз идут вычисления. У меня тоже получается что инвестиционных систем в природе не существует. То есть систем где бы процессы протекали так же как и в покоящей системе. таких систем не бывает. Я хотел вопрос задать потом как-то отказался смотрю докладочка опять на этом напирает. А вот у него вопросы у меня такие вот вы там говорили что на пружинке можно тело смоделировать там как-то ну а вы попробовали смоделировать что тут сложного. Ну смоделируйте вот вам на пружинке это тело найдите эту силу посмотрите как это все движется. Ну вы нам привели новую формулу а доказательства какие вы какие вы ну это просто формула доказательства вы нам пример там я прочитал статьи там идет пример мяч закручивается ну там совсем другие силы там аэродинамика вы привели к планетаме которые с изменением параметров орбит планет ну так там вообще ну я занимаюсь сейчас еще раз параметром орбит планет это вообще никакого отношения к этому не имеет галактики у вас почему-то там рукава разлетаются знаете в другую сторону будут вращаться значит рукава будут слетаться у вас а у вас они только разлетают значит все вращаются в одну сторону тоже как-то как это экспериментально показать доказать объяснить чтобы это понятно было вот эта вот ваша сила как а то вы рассуждаете про какие-то фотоны кто-нибудь видел глаза эти фотоны вы говорите там о том что поляризуется какой-то пространство ну кто-нибудь видел что поляризовалось пространство то есть вы привлекаете какие-то сущности ну типа бога для объяснения вот вашей силы я согласен что сила такая что-то в этом есть сила такая после всего возникает взять допустим я вот имбур приводил пример возьмем шайбу которая не просто движется прямой линейной она еще и вращается за счет того что там разные суммируются скорости там силы не уменьшается суммарная также здесь у вас да что-то есть в этом что за счет суммирования скоростей там возникает разная сила только не центробеж нет такой силы в природе там силы инерции силы инерции разные с одной стороны и с другой стороны но как это все доказать как это все объяснить так вроде бы как вот нарисовали на картине должно быть а как это все мне вот я не понимаю откуда это берется это замкнутая система нас учили замкнутая система не может изменить свое состояние это все внутренние силы все то есть как-то надо было вот на этом сосредоточиться они не сонхронизации часов кому они там интересны сама вот эта сила да действительно вроде что-то тут есть она должна возникать но как как это все объяснить как это доказать какие эксперименты провести хотя бы смоделировать этот процесс вот у меня вопрос но эксперимент никому не нужен у нас уже были ну штук 6 наверное проектов мы подавали например у нас дали по грантовому финансированию на исследование темной энергии и черных дыр а на закон ничего не дали хуже того по грантовому финансированию даже дали бы там увеличение популяции тушканчиков в какой-то там области а эксперимент дорог да эксперимент дорог довольно-таки кроме того где она наблюдает если вы войдете в этот на сайт ну скажем так гравитация гироскоп гравитации вы найдете там поразительные вещи что действительно вакууме вакууме вращающиеся и не вращающие тела падают с разным ускорением вакууме вакууме только на эти факты никто не хочет обращать внимание не я понимаю что это факт но как это связано непосредственно с вашей силой непосредственно непосредственно это связано еще в 71 вот к сожалению забыл фамилию у меня здесь нету ссылки я знаю мужчина из Житомира измерял массу этого как его массу вращающегося гироскопа причем его масса максимально изменялась только тогда когда она была когда ось вращения была перпендикулярна к этой как его плоскости эклиптики в определенное время в другое время изменения были незначительные а это прямое доказательство земля вместе с солнечной системой движется параллельно плоскости эклиптики параллельно в какую-то систему отсчета связанную с системой покоя реликтового излучения это прямое доказательство ну извините я сейчас как раз занимаюсь доказательством и еще как раз скорость движения земли относится плоскость эклиптики у меня получают очень разные показаны я еще так что тут еще доказательство рано говорить все ваши вот эти вот зоны как-то они около около а конкретно вот вашей формулы не касается ни один плоскость плоскость орбиты земли относительно эклиптики солнца в одну сторону отклоняется плоскость орбиты потом в другую сторону от эклиптики и так 3 года один всего движения никогда земля не параллельно ни параллельно ни параллельно ни параллельно угол в одну сторону отклоняется вот вы что-то там говорите не то почему не то вообще-то моделирование я провожу в степсированной плоскости эклиптики стандартной эпоха G2000 если мы в эпохе даты производим измерения как астрономы производят то там берется мгновенная эклиптика так что какие-то мгновенная эклиптика это все плоскость эклиптика мгновенная это мгнов такие наблюдения производятся моделирование производится да уже фиксированный у нас плоскость неподвижна я вас останавливаю и предлагаю вернуться к обсуждению темы которая поставлена все все замечательно я согласен и ответ получил Владимиру Владимиру что-нибудь ответ получили да да я получил что ответа нет да я получил что ответа ну тоже ответ Владимир ваша реакция на то что вы не ответили не будет не будет не будет иной раз лучше когда нет ответа чем дать такой ответ который не понравится ну хорошо хорошо вопрос еще тогда будут у кого-нибудь нет нет все ну ну хорошо ладно раз больше никто ничего не хочет сказать Владимир вы тоже вы не хотите давайте я это сделаю Иван да вот Владимир Ау да да вот ваш доклад конечно ну как-то трудно воспринялся и я не уловил одну такую вещь вот связь с некоторыми вашими утверждениями может быть они как раз были фатальными которые ослаждили восприятие вот вы повторяете релятивистский тезис что скорость света была постоянной в опытах Майкельсона Морли это вообще не так опыты Майкельсона Морли они обнаружили что есть какой-то эфирный ветер дует следовательно складывается скорость земли с этим самым но взгляды 19 века конца начала 20 они позволили интерпретировать вот эту кривую вот эти опыты были повторены в 20-е годы когда уже было значит помо Хабблом были обнаружены галактики и так далее было измерено движение земле относительно галактики и в галактике и тогда вот эти опыты Майкельсона Морли были реабилитированы фактически что он действительно он впервые измерил скорость первого века вот ну такая неточность просто методическая дальше вы значит утверждаете что ну потом мы поправили сказали что Маринов когда мерил свою скорость измерял проводил свои опыты в 74-м в 81-м году и тогда еще не знали о реликтовом излучении это не так реликтовое излучение было обнаружено в начале 60-х году Маринов о нем прекрасно знал и вообще говоря его данные ну наверное лучше всего согласуются с этим самым с апексом то есть с управлением реликтового излучения так ну и как я уже сказал что галактическое движение Земли то есть гораздо более сложное нежели вот это вот орбитальное которое пытался найти Майкельсон Марли оно было обнаружено вот уже изучено тщательно в 20-е годы вот смотрите это просто надо эти вещи очень хорошо учитывать потому что дальше вот уже ну я просто растерялся видимо утерял там нити ваших рассуждений с вращением вот то что вы называли вращение исследования этого в вакууме вот это хорошие эксперименты вот я с ним сейчас поддерживаю все время и слежу как у него результаты так становится все более надежный и надежный просто отдых уже много лет ведет впервые Егор мы наверное их услышали где-то в 2008 году или 10 там вы просто нахвалово да-да-да я не сказал вот эксперименты Самопалова они кажется сильные и хорошие ну ждем дальнейших результатов но это все что я хотел сказать спасибо Иван Владимир вопроса не понял да не вопроса комментарии замечания замечания я не спорю не спорю что скорость свет например есть опыт саньянка где скорость света ну это фиксируется вращение фиксируется вращение земли возможно даже зафиксировать вращение солнечной системы вокруг галактики это возможно но это несколько другое я просто говорил что Маккельсон и Морви измеряли скорость света по замкнутому пути туда и обратно но они никогда не знали равны ли они а то что они скорость неправильно складывали ну это они складывали абсолютно правильно они складывали скорость туда-обратно в неподвижной системе она равна нулю но земля движется и пока свет туда-обратно земля сдвинулась на какой-то колбезу на который они на его основании делали интерференции то есть это вы упреждение примерили по замку там ухудебра это принцип эксперимента второго порядка маринов первого порядка произвел до Майкельсона Марлия были проведены в округе все годы в 59 году в 1859 году первого порядка там по последней поляризации потом был проведен этот самый эксперимент Армстронга ну это правда уже там где-то во время Майкельсона Марлина он тоже был первого порядка тоже был обнаружен твердый ветер понимаете в чем дело здесь они Марлина тоже хорошо померят сейчас тщательно ведет эти эксперименты Галаев в Харькове у него очень сильные эксперименты тоже односторонние у него он определяет с большой точностью твердый ветер и причем он на разных высотах где-то буквально чувствует где-то десятки даже метров он чувствует отдаление от земли вот этот твердый ветер понимаете то есть это так вот говорить это слишком смело а кстати вот это с вращающимися этими это там другое там в общем-то их нельзя брать как доказательство или как-то там это самое эфирного ветра понимаете ну все пока владимир опять опять не знаете как реагировать ну хорошо ладно спасибо иван вопросы еще будут тогда задавать рекомендации какой дал можно только небольшой не так чтобы напомнить ну вот тут ссылались на эксперимент я честно в мое время этот эксперимент пришел к выводу что он был изначально подготовлен для фальшива для того чтобы отвадить научные умы от эфира и мол цель была доказать что эфира не существует в чем заключается фальшивка дело в том что как вы знаете что Майкельсон и Морли он загрузил свою свою аппаратуру в Роскуте Юрий Александрович я думаю сейчас вопрос измерения скорости света эфирного ветра он наверное не относится спасибо Виталий за комментарий так что Юрий Александрович я думаю и литература и поэтому полно так что обсуждать правильно или неправильный наверное будем только не сейчас это не имеет отношения к нашей действии так что вопрос можно еще можно вопрос следующий чем ваша сила перпеникулярная там или какая там чем отличается от силы кариолицы константа то же самое векторное произведение ну то мы встали туда скорость света константа ну тут другую перенормили константу ну берем ее заменим числом вот у вас например отличие силы кариолицы которая ну вот общеизвестная используется ландау и так далее у нее там только двойка в числителе стоит а у вас двойка в знаменателе вот это вот тоже интересно ну это ладно сразу можно ответить нет обождите это первый вопрос я его закончу второй вопрос заключается я его уже давал давайте вот сначала на первое отвечу никакого отношения с поперечной сила к силе кариолица не имеет это вообще две против ну никаким боком две перпендикулярные я понял а нет второй вопрос тоже здесь перпендикулярно ну там сейчас обождите ну а сила Лоренса тоже перпендикулярно хорошо вы ответили все спасибо второй вопрос такой вот вы не нарисовали не нарисовали ни одной системы координат о которых только в словах говорите а приводите одну формулу и Эль обождите минуту к сожалению к сожалению я сейчас вам другое скажу насчет вашего определения параллельной силы там три перпендикулярные прямые рукой можно нарисовать как угодно и ваши три параллельные прямые которые друг от друга непонятно как движутся относительно друга вот вы дали определение в данной инноциальной системе отчета всякая движущаяся прямая В является параллельной А только тогда и тогда когда существует неподвижно и параллельная прямая А прямой А прямая Т где они существуют кроме вашего воображения вообще они нигде вы что в микроскопах видели или в телескоп эти прямые всякие параллельные вот Ньютон взял две точки и расстояние между ними они сближаются перемещаются вы взяли две прямые и они как-то движутся друг относительно друга но вопрос такой они когда представьте все просто две параллельные прямые в обычной мертвой геометрии но одна прямая бесконечная другая бесконечная они могут двигаться до каждое само себя у вас это что учтено непонятно там эти точки бесконечно малые в сравнении с расстоянием между ними и они двигаются по одной прямой у вас две параллельные прямые которые двигаются непонятно в плоскости они двигаются или в трехверном пространстве вращение происходит или они двигаются параллельно друг к другу вот это движение у вас каждая точка не маркирована там что значит параллельная движется давайте тогда плоскость движется относительно другой плоскости есть еще третья плоскость которая неподлина в данной инициальной системе мне вопрос понятен можно мне ответить сразу вот вы вопрос не понятен я вам так ставлю первое первое что вы имеете до определения что значит параллельно движущаяся прямая параллельно другую вначале дано то-то отчеркиваем потом требуется определить то-то то-то отчеркиваем и дальше определяем двоеточие и формулируем определение вот как в математике а вот это вот винегрет то что вы дали хорошо я думаю Владимир законил вопрос можно здесь давайте вот например что не то что галилея что все остальные говорили возьмем две системы взаимно перпендикулярными осями которые движутся одна относительно другой ну ладно у Ньютона у Галилея это было все все в порядке естественно потому что у них время абсолютное длинное абсолютное ну каким боком Энштейн взял и сказал возьмем две декартовые системы координат и придадим одной из них движения сейчас Владимир у вас я так понял вопрос в определении параллельных прямых а то что там был Энштейн то фиксирует так нет вот по определению вот зачем мне это определение надо было потому что никто никогда параллельно движущихся прямых а параллельно движущихся прямых это фундаментальное понятие что тогда сравнивать что сравнивать если вы не знаете что такое параллельные прямые я бы какое определение дал вы строго скажите не надо винить ваши слов что там синхронизация откуда все прямые вы взяли как можно вообще физик говорить о всех прямых в каком-то пространстве все прямые это что они во вселенной прямые или в глоофизике или в микроскопе или в телескопе что за прямые у вас есть правда во всех точках по часам расположен во всех прямых и синхронизированных способом синхронизации то и синхронизировал что мы будем эти один стержень лежит другой вертикально они падают а как их всех прямых идет речь вот каждая основа должно быть взвешено вы поймите я попросил вас переформулировать свое определение вы основываетесь на одном отчеркиваете вот это я принимаю вот это есть дальше хочу определить следующее двоеточие дальше отчеркиваете и говорите вот такое определение вот о чем речь у вас винегрет в словах ну я я же вас просил 5 не спорю это не полное определение ну если ну а что не полное ни одного координат нет а вот если сделать полное определение так и сделай то никто этого читать вообще не будет потому что это будет трактат из определения ничего больше там еще надо будет страниц то написать ну тогда что вы же сами сказали ну дорогой мой вы привели изречение самого Эйнштейна следует отметить вполне очевидное с точки зрения математической логики подтверждение что теория подтверждаемая лишь двумя маловероятными гипотезами тысячи раз маловероятнее этих гипотез вот высветить с этим критерием тщательностью вот отнеситесь к своему хоть одному определению а просто вот так вот две прямые совмещенные на каждой прямой бесконечно тонкой прямой есть свои часы и что мы потом каждую точку одной прямой маркируем А, Б, С там извините какое континуальное множество и каждую точку другой прямой тоже маркируем А, Б, С и континуальное множество и в каждой точке часы и потом начинаем раздвигать эти прямые ну хрень какая-то ну ребята ну просто словами играете и все можно вас попросить а вы способны определить вот не надо меня справиться я способно определить параллельно мы здесь не пинг-понгом занимаемся когда я захочу сделать я сделаю доклад а вы ответьте на вопрос я не говорю что не не корявую довольно корявое определение ну какое смол мне не надо было давать определение мне надо получать закон ну я думаю Виталий позиция вам наверное ясна да ясна да хорошо спасибо да вам спасибо мне вот интересно а какое экспериментарное доказательство есть о существовании поперечной степени есть какое ну косвенно ну вот скажем я шарик попрямую если действует соперечной силы то шарик попрямую не должен быть правильно правильно я вам сразу скажу какие это силы например при скорости вращения 10 тысяч оборотов в секунду вот как его диск диаметром по-моему 10 сантиметров будет иметь порядка 10 минус 8 ньютона разницу массе представьте такую скорость сумасшедшую это очень маленькая сила она она возникает только при больших вращениях она например очень хорошо наверняка действует в галактиках пульсарах вот пульсары очень быстро вращаются у них достаточная радиус и пульсары эти втягиваются в центр галактики и в галактике да не черная дыра там нет там никакой черной дыры это просто кладбище звезд и все пульсары ну это косвенные а вот а вот напрямую ну напрямую ну не дают денег а я же не миллионер я не могу так вот я раскручиваю взвешенный диск на скорости до 30 тысяч оборотов в минуту так кроме действия сил кариолиса я никаких перпендикулярных сил вращения не знаю 30 тысяч оборотов в минуту это несерьезные силы ну хоть не серьезные там кариолюсовые силы кариолюсовы будет действительно в миллионы раз больше в самой формуле c это скорость света c квадрат вот эта вот штука внуш делить на два c квадрат потому что сила эта маленькая она проявляется только при больших вращениях но самое забавное что один миллиграмм миллиграмм один вот солнечного вещества разогнутых до скорости света вот по по колесу радиусом один метр ну вот допустим зеркальное колесо создает силу 90 тонн поэтому я не утверждаю что эту силу надо проверять я говорю можно проверить и так но это можно и полевыми путями проверять но для всего это надо экспериментальную установку это надо делать какая скорость оборота вам требуется чтобы определить малейшую силу ну 100 тысяч минут для дисков я определю сколько тогда она начинает проявляться по вашему ну она при чуть меньших скоростях проявится но я знаю как это детективы дело в том что если эта сила существует то она должна действовать при любых скоростях вращения просто эффективность действия этих сил может быть разной но существовать она уже не не вот иначе что это за силы которые по определенной скорости вращения до этого она где-то гуляет что ли нет дело в том что действительно было достаточно чтобы отреклить малейшее миллиграммы не показало не показало показали показали кстати китайские ученые они показали так разницу масс для вращающихся и не вращающихся тел по-моему в 17 в одну 17 тысяч так что показали минуточку какая масса масса векторная величина если тот же диск не закрутите что в плоскости вращения разницу сил тяжести разницу сил тяжести я неправильно выразил если диск раскрутите плоскости вращения силы тяжести диск весит ровно столько же сколько весил до вращения если вы диск раскрутите его масса плоскости вращения остается меньше но перпендикулярно плоскости ее масса И насколько возрастает, зависит от скорости вращения. Сперпендикулярно плоскости вращения. Любой объект. Вот. Возрастает. Так что вы хотите сказать, что это есть стила? Изменение массы в степендикулярно плоскости вращения. Это есть ваше стиле? Юрий Александрович, знаете что? Все. Войдите на сайт гироскопы и гравитация. Там очень много информации. Она очень интересна. Там сумасшедшее количество. Поэтому я всего пересказать вам даже не могу. Но самое интересное, что они объяснят. Они экспериментаторы. Вот они верят и получают. Я имею объяснение, почему изменяется масса. Вопрос в том, что я показываю... Не масса. Я оговорился не масса, а вес. Вес совершенно да. Смотрите, ну что же разный меняется? Вот вес меняется. Да. От уровня земли. А масло, как было масло, так и осталось, естественно. Я просто оговорился. Да нет, что-то делает, что масса, она изменяется. Хорошо. Юрий Александрович, это опять, по-моему, имеет отношение к вашим трудам. Но к трудам Владимира не сильно. То есть я понял, Владимир, вам надо раскрутить. Да, сколько вы сказали? 100 тысяч. Ну, что-то еще оборудование. Да, ну, чтобы мы смогли, чтобы они хоть какое-то значение... Нет, это довольно солидное. Значение будет довольно солидное. То есть эксперимента наблюдаема даже. Хорошо. Ну вот, в общем, это нам понятно. А то просто давайте, хватит отклоняться, будем знать, какие стороны. Хорошо. Кто-нибудь еще по теме высказаться хочет? Именно по теме. Будем надеяться, что нет. Хорошо, Владимир, у вас какие-нибудь пожелания? Пожелания слова есть? Прежде чем мы закончим. Спасибо большое. Задали вопросы. Надо будет их обдумать. Спасибо большое. Да, и вам спасибо. Да, и вам спасибо. Ну, на этом тогда, пожалуй, мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Встречу. Прощаюсь с вами, надеюсь, на две недели. Приходите в следующий раз. Ну все. Всем всего доброго. До скорых. Продолжение следует. Продолжение следует...